всем привет с вами ваша танюша сегодня я поделюсь с вами своим экспериментальным рецептом приготовления овощей на гриле но готовить мы будем в домашних условиях в духовке на решетке этот рецепт не совершенно спонтанно прилетел в голову сегодня ночью я хотела знаете каких-нибудь овощей и думаю а не попробовать ли признаюсь нигде не смотрела не подглядывала даже совершенно вот вообще даже не знаю готовила ли кто-нибудь подобным образом но я буду это делать впервые и делюсь с вами своим впечатлением и результатами и последствий людей действий всех которые я буду выполнять сейчас в данном видео если она вам понравится не забывайте ставить лайки а также если кто-то вдруг пробовал подобный рецепт тоже поделитесь своим впечатлением всем кто вы смотрит это видео это будет очень полезно и если у вас есть какие-то пожелания можете также оставлять их внизу в комментариях под этим видео нам понадобятся для моего рецепта баклажаны баклажаны у меня небольшого размера они видите такие чуть где-то пол ладошки даже совершенно такие небольшие ну не знаю зависит ли результат приготовления то что я себе нарисовала в своей голове от размера не знаю но я думаю что от того что они небольшие они гораздо быстрее приготовятся и должны более-менее равномерно пропечься печь у меня электрическая я включаю на 220 градусов верхний и нижний подогрев с баклажанов мы срезаем хвостики разрезаем баклажаны пополам делаем здесь надрезы сейчас я приготовлю соус которым я буду смазывать свои баклажаны наливаем немного подсолнечного масла и и может быть даже еще сюда я немного соли добавлю соль у меня адыгейская со специи хватит и специя в которой находится красный перец какие-то коренья смесь трав и может быть даже сушеный чеснок размешиваем все это дело кисточкой и смазываем наши баклажаны внутри хорошенько все это вот эти вот в разрезы каждый разрез пропитываем получившимся соусом прям хорошо чтобы все попадало даже в эти прожилки у меня закончилось масло оно все впиталось в баклажаны я добавила добавила еще немного масла и также туда соли все баклажаны тщательно оттерла своим соусом духовка разогрелась я немного неправильно сделала надо было это сейчас то что буду делать я сейчас сделать раньше но вы не повторяйте моих ошибок на решетку я кладу фольгу два листа у меня получилось как то так теперь можно выкладывать наши баклажаны и это и так и и Напомню, для тех, кто смотрит видео с самого начала, рецепт у меня экспериментальный, поэтому кое-какие баклажаны я положила прям двойными дольками. Посмотрю, как они будут пропекаться, а кое-какие я положила в половинку. Будем смотреть, наблюдать непосредственно уже по ходу дела, как они будут пропекаться. Снизу обязательно у меня стоит противень, чтобы если баклажан будет пускать сок, то чтобы это всё мне не залило духовку, чтобы если что, пусть капает в этот противень. Сейчас у нас 15 минут второго, я думаю, где-то через полчаса я буду их пробовать. Прошло 25 минут, вау, обалдеть! Баклажанчики распустились, прям, смотрите, раскрылись. Вот эти вот места, где надрезы были, они раскрылись хорошо, у меня уже слюнки текут. Запах обалденный, не передать словами. Ну, я думаю, ещё рано всё равно. Здесь вот жопка, видите, она белая здесь. Ой, вот она. Значит, что там ещё явно не готов баклажан. Ждём ещё. Всё-таки я решила попробовать баклажан, сейчас я достала самый маленький, и, смотрите, он прям вот мягкий-мягкий. Сейчас я попробую его на вкус. Ой, как хорошо отделяется от кожуры мякоть. Сейчас попробую. Смотрите, идеально снимается с кожуры мякоть, просто, вообще, чётенько всё, до самой корочки. Прям мягенькое-мягенькое пюрешко. Вот. Я думаю, что пора выключать. Сейчас достану ещё побольше размером, попробую, как с ним будет происходить процесс снятия мякоти. Если то же самое, то, в принципе, я думаю, уже нет смысла готовить больше. Ну, как раз ровно полчаса прошло. Так, я достала двойной баклажан, чтобы проверить, что он, как он приготовился. Сейчас посмотрим. Так, давай разделяйся. Так вот. Раскрылся. Мягенький, мягенький. Всё. Смотрите, кожура отделяется легко. Я выключаю. Значит, всё готово. Ровно полчаса прошло. Так. Ровно полчаса прошло. Отлично! Отлично! И ничего не надо мыть. Даже противень, снизу которой, ничего у меня не протекло. Вот такая получилась красота. Быстро, вкусно и без грязи и хлопот. Пробуйте, наслаждайтесь. Я заценила рецепт великолепный. Я раньше никогда не готовила ничего подобного. Не знаю, как мне оно прилетело в голову, но я реально в восторге. Это нечто. Я думаю, можно не только с баклажанами проделывать данный рецепт. Можно также и кабачки, и какие-то другие овощи запекать в таком формате. Поэтому я буду пробовать, еще экспериментировать с другими овощами этот рецепт в дальнейшем. И вам тоже советую попробовать. На этом мое видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Не забывайте ставить свои пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok